Я еще не знаю, как назову этот ролик, или демократия для чайников, или почему в России нет демократии, это не важно. Здесь я хотел бы поговорить с теми людьми, которые утверждают мне до сих пор, что в России якобы есть демократия, а вот в других странах, в западных, демократии нет, либо это все иллюзия, и демократии вообще никакой не существует. Вот именно с этими людьми я хотел бы поговорить в этом ролике на таком печальном примере, который был совсем недавно, несколько дней тому назад. Может быть вы слышали, а может быть нет. Одна машина, по всей видимости принадлежащая службам ФСБ, состоящая там на учете, сбила на дороге молодого милиционера Сергея Грачева, 32 лет. Вот этот парень, отец двоих маленьких мальчиков, 5 лет и полтора года. Семья полностью осталась без кормлица, единственный ребенок в семье, убитая горем мать, убитая горем жена. Вот на этом печальном примере я хочу показать этим людям, что демократии в России нет, и по всей видимости в ближайшие лет 30-50 не будет. В основном люди, которые вступают со мной в дискуссию о демократии в России, всегда говорят одно и то же. Ну у нас ведь есть выборы, мы ведь выбираем президента. Люди почему-то считают, что если они раз в 5 или 6 лет идут к урнам, это и есть демократия. Нужно, конечно, сказать, что никаких выборов давно в России нет. Даже господин Путин, который уже 18 лет находится на троне, тоже не был избран, его просто привели, поставили и сказали, вот ребята, вам новый президент. Все остальное было показушное действие, никогда настоящего выбора в России не было. Прежде всего, нужно сказать, что демократия обозначает демос кратус – власть народа. Народ в демократических странах осуществляет свою власть посредством множества демократических институтов. Институт в данном случае – это не то, что вы привыкли слышать как учебное заведение. Слово «институт» с латинского «instитутум» обозначает установление порядок или обычай. Установлены некие демократические порядки. В демократических странах существуют независимые СМИ. На СМИ обращают внимание, потому что СМИ владеют информацией, а те, кто владеет информацией, как известно, владеют миром. Люди с большим уважением относятся к журналистам, берегут своих журналистов и всегда защищают права журналистов. Именно поэтому, когда убили журналистов Шарли Эбдо, миллионы людей вышли на улицу, потому что это то сословие, которое помогает людям осуществлять власть в своем государстве. В России не существует независимых СМИ, мы это знаем. Все официальные каналы государственные, соответственно, они занимаются государственной пропагандой. Независимых частных каналов не существует. К сожалению, когда ругали таких, как Березовский и Гусинский, это были именно те люди, которые пытались сделать телевидение частным, когда существует один или несколько независимых хозяев у отдельного канала, и они преподносят информацию со своей собственной позиции. Есть несколько независимых газет, их буквально в России можно пересчитать по пальцам, но даже и они вынуждены работать в условиях жесткой цензуры. Итак, в демократической стране, если бы такой случай произошел полицейским, что трудно себе представить, агент CSI сбил полицейского на улицах Сан-Франциско насмерть. Такая новость, конечно, могла бы существовать в США, но она была бы тут же подхвачена всеми возможными средствами массовой информации. И ни о чем другом, ни по какому каналу больше бы, пожалуй, не говорили до тех пор, пока не вступил бы в игру второй институт демократии – независимый суд. Независимый суд – очень важная составляющая любого демократического общества. Судьи должны быть назначены народом и должны полностью не зависеть ни от одного правительства и ни от одного правителя. Чего, конечно, в России нет. Как известно, судей назначает главный прокурор, который сам является вором и бандитом. То есть человек с такой низкой моральной и нравственной установкой вообще не должен подходить даже к институту защиты прав. Но в России такие люди, как раз именно такие люди, занимают высокие посты. Поэтому и куча сфабрикованных дел, когда людей сажают ни за что, за перепост на два года, за съемку в церкви пытаются судить, за какие-то политические акции и прочее. И наоборот отпускают преступников, воров, которые крадут в больших размерах, они спокойно обходят закон. Итак, свою конституцию и свой закон народ должен охранять посредством независимого суда. И весь народ должен быть заинтересован в том, чтобы на местах судей сидели не только люди с кристальной репутацией, но и люди с обостренным чувством морали и нравственности. Третий институт, который существует в демократических государствах, это независимый парламент. Парламентарии, то есть представители народа, выбираются из числа народа, то есть это лучшие представители. Вместе они образуют множество коалиций, представляют множество различных партий и в результате политической борьбы внутри парламента выходит на первые позиции та или иная партия. Это периодически меняется и чем жестче конкуренция и чем жестче политическая борьба, тем лучше ситуация в стране. Поэтому люди не должны шарахаться от оппозиции, а наоборот в демократических странах любая оппозиция приветствуется, так как главенство одной партии незримо ведет к диктатуре того или иного режима. В России, как известно, Государственная Дума не имеет никакой власти. Этот орган просто высасывает деньги из народа и подписывает те законопроекты, которые выгодны президенту или правительству в то время, когда парламент должен ограничивать власть президента. Как, например, в США. Президент решает покончить с медицинской страховкой, так называемой Обама Кир. Что делает парламент или Конгресс США? Он отказывает президенту в этой его инициативе. Вот так действует Институт независимых парламентариев в демократической стране. Ну и, естественно, выборы самого президента, когда множество представителей различных партий должны выставлять своего лидера, в честной борьбе соревноваться и должен побеждать действительно на самом деле человек, избранный большинством. А дальше, через 4 года, как правило, этот человек уходит максимально, он может остаться в такой стране, как США, на 8 лет, но не более того. Та же самая канцлерин, например, в Германии, вынуждена все время, каждый раз работать с различными коалициями и фракциями. В результате она практически никогда не ведет какую-то свою линию, она вынуждена действовать в определенном коридоре возможностей, которые ей предоставляют. Итак, подведем итог. В России не существует независимых СМИ. В России не существует независимого суда и не существует независимых народных депутатов. Если бы такой случай, когда сбили молодого человека при исполнении его служебных обязанностей, произошел в демократической стране, то демократические независимые СМИ раздули бы эту историю и донесли бы до каждого человека. Люди, которые просто работают и живут в стране, у них действительно нет времени наблюдать за тем, что происходит. Поэтому они полагаются на своих журналистов, готовых засунуть нос в любую проблему, в любую семью, любого президента и парламентария и рассказать об этом. Поэтому вездесущность журналистов нужно только приветствовать. Дальше в демократической стране демократический суд, независимый от правительства, вынес бы закон на основе конституции, принятый этим народом и защищающий права этого народа. В демократической стране неважно, кому принадлежала машина, ФСБ ли она принадлежала президенту, либо его родственнику, этот человек понес бы заслуженное наказание. В демократической стране, скорее всего, демократические парламентарии обсудили и приняли бы закон, в результате которого все граждане имели бы одинаковые права и никаких мигалок и никаких особых льгот у представителей той или иной службы не было бы, за исключением скорой помощи, например, или пожарной охраны, тех служб, которые занимаются непосредственно защитой жизни людей. И в демократической стране, скорее всего, народный президент, наверное, вынес бы соболезнования этой семье и позаботился бы лично о том, чтобы эти люди ни в чем не нуждались. В такой же стране, как Россия, это дело, скорее всего, замнут. Вдове, может быть, дадут квартиру, на которую они стоят уже много лет, матери немного денег, может быть, похоронят парня за свой счет. И на этом все, ребята, радуйтесь тому, что имеете. В такой стране, как Россия, самый настоящий развитый феодальный строй, когда каждый сам себе царек, у каждого есть своя мини-армия или свои собственные охранники, вооруженные, способные противостоять любому закону, ну и, естественно, царь, который бессменно до конца своих дней сидит на троне, и только приближенные к трону и царю, которые лучше всего лижут сапоги или задницу этому царю, живут хорошо в этой стране. Все остальные люди – это не народ. Это население, в лучшем случае, толпа, с которой можно делать все, что угодно. Например, сейчас эта толпа требует себе нового лидера, нового вождя. Они считают, что без человека, который бы показал им, куда и в каком направлении идти, сами они организоваться не могут. Вот в этом, кстати, большое отличие между русскими и украинцами. Украинцы не искали себе никакого вождя. Они организовались сами. Вот когда российский народ тоже почувствует внутри себя способность самоорганизоваться и защищать свои гражданские права, тогда и никакой лидер им не будет нужен. Они будут выбирать менеджера для того, чтобы он занимался внешней политикой, а система будет отстроена таким образом, что именно народ посредством своих демократических институтов будет осуществлять власть в своей стране.